На первом канале продолжается многосерийный фильм «Безопасность» у сотрудников отдела собственной безопасности полиции оперативника Светланы Родионовой и её коллег. Очередное расследование. Даже удивительно, как при этом они ещё умудряются выяснять свои личные отношения. Это была обычная садовая тачка, а стала тачка-самосвал. Для Дмитрия Толобоева, по-моему, любой садовый инвентарь – это объект, который можно и нужно усовершенствовать. До начала нового учебного года осталось каких-то там всего три дня. И сейчас многие родители, конечно, носятся по магазинам, закупают всё, что не успели – ручки, линейки, карандаши, фломастеры, портфели. Стоит всё это, конечно, недёшево. Кое на чём сэкономить поможет декоратор Наталья Абрамова. Следите, пожалуйста, за руками. Ну, про деньги сейчас поговорим. Криптовалюта – это слово в последнее время очень часто появляется в топах новостей. И вот Министерство финансов предлагает считать криптовалюту активом. Насколько всё это рискованно для простого обывателя, мы разберёмся сейчас. А в Керченском проливе поднимают арку железнодорожного моста. Новости на Первом канале. Доброе утро, дорогие наши телезрители. В студии Арина Шарапова. На календаре вторника – это 29 августа. И прямо с утра пораньше. Не махнуть ли нам с вами в Крым? В море солнца, бархатный сезон. Наш корреспондент Мария Николаева исследовала Ялту, её округу спустилась в пещеру возрастом в 3,5 миллиона лет. Поднялась на горный мост, ну, а ещё попыталась найти такие места, куда не сступала нага туриста. Но, кажется, ей это удалось. Герой нашего следующего видеоролика прославился в интернете благодаря своему детскому хобби Мишель Гондри. Продолжение астрологического прогноза совсем скоро, никуда не уходите, дальше будет ещё интереснее. Ну вот, мы снова с вами, и прямо сейчас, как и было обещано, продолжение астрологического прогноза на сегодня, на вторник, на 29 августа. Вот так вот, до начала нового учебного года остались считанные дни, и в этом году в школы в нашей стране пойдёт более 15 миллионов детей каждому. Из них нужна спортивная форма для занятий физкультурой. Каким тканям отдать предпочтение? Как проверить качество одежды? Какие минусы имеют даже самые натуральные материалы? Ответы на все эти вопросы, ну, конечно, у нашего универсального эксперта, у Антона Привольного. Ну, вот такая горячая тема в преддверии 1 сентября. Школьные поборы, многие родители-то жалуются, что с них собирают деньги в добровольно-принудительном порядке. Но по этому поводу Общественная палата России даже открыла горячую линию. Предварительные итоги-то уже есть. Помочь прекрасной незнакомке, ну, какой джентльмен откажет даме в помощи? И, в общем, будет прав, только вот некоторые незнакомки на деле оказываются вовсе не пострадавшими, а совсем наоборот, мошенницами. А пострадавшими становятся джентльмены. Вот эта музыка звучит совершенно не случайно. 59 лет тому назад в большой многодетной музыкальной семье появился на свет мальчишка, которому суждено было стать королем. Королем поп-музыки. Это Майкл Джексон. У него осталось трое детей, и эти дети в последнее время довольно часто приковывают внимание журналистов. Особенно дочь певца. Причем зачастую своим эпатажным поведением. Носковское время 6 часов 29 минут. В Керченском проливе поднимают арку железнодорожного моста. Об этом и не только в выпуске новостей на Первом канале. Доброе утро всем, кто встречает этот день вместе с нами в студии Арина Шарапова. И сегодня вторник, 29 августа. В Москве на Красной площади продолжается юбилейный 10-й международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня». И это как раз тот случай, когда у природы нет плохой погоды. И в этом убедился наш корреспондент Антон Исюков. Сегодня по народному календарю «Ореховый спас». У нас считалось, что как раз к этому дню в лесу и созревают орешки, а их пора собирать. Мы орехи все чаще покупаем в магазинах, на рынках. И надо сказать, стоят они в последнее время-то недешево. Из чего складываются цены на них? Да вообще, откуда на наши прилавки поступают всякие кэши, фундук, прочие орехи? Узнаем сейчас. Бассейн для слонов в Австрии. Таксисты, байкеры во Вьетнаме. И реабилитация кофе от британских ученых. Наконец-то. И вот обо всем об этом, о самом необычном, но как обычно, расскажет всем нам наш Вадим Лобаченко. Цыплят-то по осени считают, и не только цыплят, а еще и змееныши, оленят, снежных барсиков, маленьких сурков и прочих новорожденных зверушек. В московском зоопарке сейчас настоящий бэби-бум. Василий с ограблением в нагрузку. Вот так не повезло героине нашей следующей, между прочим, невыдумной истории и следственной практике. Вот хорошо, что следователь ей попался толковый, нашел, за какую ниточку зацепиться и потянуть, чтобы все распутать. Но вот, кстати, именно ниточка ему и помогла, в прямом смысле слова. Между прочим, в этом году исполнилось 40 лет одному очень важному историческому событию. 17 августа 1977 года советский атомный ледокол «Арктика» впервые в истории мореплавания достиг Северного полюса. И вот в честь этого, в августе этого года, атомный ледокол под названием «50 лет победы» тоже прошел к Северному полюсу. Этим же путем. Но если помните, мы провожали ледоколы моряков в их путь из Мурманска. Так вот, моряки вернулись. И вместе с ними вернулся наш корреспондент Александр Железнов. Впечатлений море. Потрясающее путешествие. А вот как эта самая высадка на лед происходила и еще много всего интересного вы узнаете завтра. Так что, пожалуйста, не пропустите. Оставайтесь с нами и завтра. Ну а прямо сейчас я передаю слово моим коллегам Марине Ким и Сергею Бабаеву. Этим утром работают они в нашей передвижной студии. Доброе утро. Привет, привет, привет. Доброе утро, Алина. Дорогие телезрители, погода гораздо лучше, чем вчера. Потому что нет никакого дождя. Есть надежда на тепло.